Ну и напоследок немного баек из клепа. Кадыров, помните такого? Рамзан Кадыров, глава Чечни, заявил, что действительно был в ЦКБ, в московской ЦКБ, но там он якобы навещал своего дядю Магомеда Абдулхамидовича. Вот что он пишет в своем телеграм-канале. Как вы помните, ранее, ряд источников чеченской диаспоры говорили, что Кадыров коми или что Кадыров умер. Я записал видео на эту тему, где сказал, что Кадыров точно жив. Однако, вряд ли это надолго. Для меня видео, запощенное Кадыровым и его пост, это подтверждение того, что у Кадырова серьезные проблемы со здоровьем. Почему? Скажете вы. Ведь, Майкл, вот он сидит, значит, живой, здоровый, в ЦКБ. Да, были сообщения о том, что у ЦКБ машины какие-то чеченские, но вот же Кадыров все объяснил. В этом и суть. Ну, то есть, Кадыров вначале, когда все эти сообщения начали появляться, выложил видео в своем телеграм-канале, где он якобы в Грозном, на пробежке. Но так много появилось информации и пруфов о том, что он в ЦКБ, что ему пришлось сконструировать историю, которая бы объясняла, что он в ЦКБ. Более того, его самолет не перемещал. То есть, последнее его перемещение самолета как раз в Грозный, вот его непосредственного джета, где он летел без него, судя по всему. Но не было такого, чтобы его самолет на момент записи видео из Грозного, вот это вот на дорожке, значит, чтобы он перелетал из Грозного в Москву. Нет, он стоял тогда в Москве, и уже тогда у ЦКБ дежурили чеченские машины, и уже тогда у ЦКБ были какие-то строгие правила к тому, кого пускать и кого не пускать. Поэтому вот эта вся история, которую выдумал Кадыров, мне кажется, весьма прохладной. Да и более того, посмотрите на само видео. Вам не кажется, что человек, который лежит якобы на аппаратах, у которого все плохо, выглядит куда здоровее, чем сам Рамзан Кадыров? Рамзан Кадыров показан боком, камера вообще на нем концентрируется секунд пять или шесть из всего видео, ничего по делу он не говорит, не смотрит в камеру, не говорит «А, я жив, там враги должны умереть, простите, я плохой пародист». И сам Кадыров, сидящий рядом с этим человеком, который якобы умирает и к которому Кадыров приехал, выглядит куда более больным. Кадыров не стоит, не пляшет, не рассылает угрозы, как он это обычно делает. То есть Кадырову надо для того, чтобы окончательно все вот эти штуки похоронить, ему, во-первых, еще раньше надо было записать вместо абстрактного видео с дорожки в Грозном, где на самом деле то, что он говорил в самом видео, не соответствует содержанию поста, то есть на самом видео он просто говорит там «Коран круто, значит, занимайтесь здоровьем». Хотя в посте был написан «Это ответ всем, кто говорит, что у меня проблемы со здоровьем». Кадыров, который, как раньше мы помним, на любые слухи записывал, выходил в Инстаграм, блин, сейчас у него Инстаграма нет, но потом он стал использовать Телеграм, и такой «Там западные санкции, да я вас всех шатал, да с мамой моей снимите санкции, а то, значит, поплатитесь». От этого ничего не осталось. Мы видим очень больного человека, сидящего на стуле в ЦКБ. И мне кажется, что вся эта история, конечно, сконструирована, и то, что она сконструирована под влиянием вот этих информационных сообщений, и то, что Кадыров фактически подтвердил, что он находится в ЦКБ, мне кажется как раз свидетельством его глубокой болезни. Поэтому для меня это видео послужило дополнительным подтверждением того, что у Кадырова все очень плохо со здоровьем, и что он в этом ЦКБ лежит или лежал, потому что, возможно, сейчас он уже в другой стране, возможно, даже в Германии, потому что какой-то борт из Москвы недавно туда отправился, несмотря на сообщения и на санкции, и что авиасообщение полностью прервано. Черт его знает. Но то, что у Кадырова все плохо с его здоровьем, для меня после появления вот этого вот поста и после появления вот этой видеозаписи, ну, я его расценил как дополнительное подтверждение моих предположений. Субтитры сделал DimaTorzok